Как интересно у нас тут в чате какая картина. Болот пишет, витаясь Симферополя, и за ним сразу джаст, витание Зельвова. О чем это говорит? О том, что нэнька наша, она большая и едына. И все мы прекрасно знаем, где она заканчивается и где она начинается. И в каком месте нужно убивать российских оккупантов. Ой, я сказал слово убивать, уничтожать, конечно же. Так вот, где это место? Оно, да прям на границе. Других вариантов нет. Давайте теперь немножечко поговорим о теме сегодняшнего выпуска. Тут Кирилл Буданов сказал о том, что вроде как нет угрозы со стороны Беларуси. Вроде как это не новость для нас. Потому что этот тезис повторяется в течение многих последних месяцев. Но тут есть несколько нюансов. Потому что за последние часы на белорусском направлении произошла масса изменений. Как то, что называется на земле. Ну или в данном конкретном случае в воздухе. А и Александр Григорьевич, кажется, получил депешу и успокоился. И депешу это он получил не со стороны Москвы, а вот по-моему от заклятых врагов. Так вот, что случилось в воздухе Беларуси. Значит, российские потворы, то есть российские нацисты. Значит, в ночь на субботу, то есть с пятницы на субботу запустили пять своих шлюхедов в направлении Украины. И четыре мы сбили. Один шахет, он сбежал. Он маневрировал, маневрировал и зашел в белорусское пространство и там где-то сгинул. Не знаю, летел ли он на Мозорский НПЗ. Может быть, они там перепутали координаты. Может, они просто глупый бой, технический сбой. Но факт остается фактом. Если где-то две недели назад Александр Григорьевич рассказывал о том, что вот мы своими страшными украинскими беспилотниками барражируем в воздушном пространстве Беларуси. И они все сбивают, сбивают, сбивают. Потому что мы дронами взрывчатку в Беларусь водим, чтобы потом это все использовать на российской территории. Так вот, не знаю, что за дроны. Кстати, хавишотики с этой бы задачей справились. Да. Вот. Но что-то случилось с Александром Григорьевичем. По-моему, этот неправославный шахет. Наверное, его Кирилл, этот, как его, Гудяев. После Кирилла Буданова даже про Кирилла как-то с одними менями вспоминать не хочется. Хотя этот шлюхет, очевидно, глав мозг попа не побрызгал им своей водичкой. Так вот, буквально несколько часов назад Александр Григорьевич, человек, который называет себя президентом Республики Беларусь, заявил о ликвидации напряжения на границе с Украиной. И тут я сразу хочу высказать свое мнение и убежден, что именно по такому принципу работают все наши силы обороны. Что заявлениям белорусской стороны мы давно-давно не верим. И несмотря на заявления Григорьевича, наши военно-политические решения, они принимаются своим чередом. И там, где нужно находиться украинским солдатам, они как до этих слов Лукашенко, так и после будут там находиться. То, что нужно взорвать, в части мостов уже взорвали. То, что нужно заминировать, уже давно заминировали. Так вот, Лукашенко прибыл на совещание в район неподалеку от украинской границы. И заявил, что приказывает отвезти белорусские войска, потому что напряжение ликвидировано. Вот мы сразу вспоминаем, а чего тогда так сильно Григорьевич возбудился. Но мы с вами это неоднократно разбирали и пришли к выводу, что у Григорьевича на тот момент пришла депеша из Москвы. И ему надо было покачать ситуацию, мол, я расчехлил свои полонезы. Силы специальных операций уже бродят вдоль границы. Мы ждем нападения, мы сейчас как покажем, я даже не знаю, как этот мужчина, который пальто одевает на голое тело, а потом бегает по городу и показывает прохожим. Ну, в общем, он показывал, показывал свои полонезы, а тут теперь что-то у него изменилось. Хотя, если так вот разобраться и говорить о ситуации на земле, вообще ничего не изменилось. Ну, вот почему Лука тут запел совсем другую песню. Эта песня, я вот убежден, Владимиру Путину совсем не нравится. Такое впечатление, что министр обороны Ллойд Остин, он звонил не только Андрею Белоусову, но еще какие-то были контакты с белорусской стороной отдельно. Значит, цитирую Лукашенко. «После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы». Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что не будет. Ну, во-первых, может быть, у них нет осложнений, а у нас есть. Потому что Беларусь — это вражеское государство, с территории которого пришли захватывать Киев, насиловать Бучу и все по этому списку. Но когда он это говорил, то есть Рубева и интенсивность Рубева на Донбассе и в Харьковской области, она была максимальной. И говорил это он для того, чтобы создать условия, чтобы часть украинских подразделений должны были прикрывать границу. И это интересный, мне кажется, тренд. Поэтому я говорю, что Лука слился. Он, правда, такой, знаете, такая субстанция, он сегодня в одну сторону слился, потом в другую. Это может много раз меняться, но вот состоянием дел на сейчас, если говорить о риторике этого человека, он говорит, что все хорошо, мы хотим мира. А я хотел сказать, что мы хотим, чтобы у нас были адекватные соседи, в том числе на севере и на востоке. А на юге у нас сосед только один — это крабы и через море Турция. А Российская Федерация в Крыму, в Запорожье и в Херсоне, ее там быть не должно. И вот я все-таки исхожу из того, что этот геополитический расклад развернется таким образом, чтобы их там не было. Так, и еще один немаловажный момент, который касается россиян. Что я имею в виду? Вот я читаю последнее интервью «Новому времени», классно, руководитель военной разведки Украины Кирилла Буданов давал интервью НВ, и я, Роман Соболюк, тоже давал сегодня интервью НВ. Завтра выложу этот эфир у себя на канале, но я о чем? О том, что Буданов уверен, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера. И вот это предупреждение, оно важно чем? Потому что сейчас по линии США-Россия ведутся как раз переговоры, как я это вижу. Как раз чтобы найти аргументы, чтобы этого не произошло. Да, американцы используют отвратительное для нашего уха, чтобы не было лишней эскалации, но что имеется в виду? Как они работают с российскими нацистами в данном случае? Они проговаривают такие вещи. Например, если вы пойдете на Суму или на Чернигов снова, ну, во-первых, тут правило понятно, на российских захватчиков нужно убивать и не бояться этого делать. Тут вообще все просто и понятно. А второй момент, как пытаются охладить безумную голову Владимира Путина, и почему Ллойд Осин не брезгует разговаривать с российским военным преступником Андреем Белоусовым? Они им говорят следующее. Откроете еще новый участок фронта, тогда у украинцев появится такая-то номенклатура вооружений, и соответственно будет увеличена дальность ударов по российской территории. Сейчас это 100 километров, а так, соответственно, будет 300. Сейчас вот все говорят, бейте по Белгородской области ни в чем себе не отказывайте. Имеется в виду американскими вооружениями. А тут, очевидно, они говорят, раз попробуйте в Сумы, тогда Смоленску и Брянску Кирдык, а возможно и Тули в том числе. Вот так это работает. Еще раз, с одной стороны, хочется какой-то внятной политики в части того, чтобы уничтожать российских оккупантов, несмотря на то, где они находятся. Но, с другой стороны, вот я даже вам задаю вопрос, как вам эта логика? Они бомбят только Харьковскую область своими авиабомбами, но не заходят, не пытаются зайти в Сумскую или Черниговскую область, и таким образом их сдерживают. Ну, мое мнение, если честно, вот эти вот дипломатические игры, а-ля, чтобы не было эскалявации, это все не самый эффективный подход к решению поставленных задач. Как по мне, так лучше залпить с тысячи ракет по военной структуре в европейской части России со всеми вытекающими последствиями. Согласны? Убежден, что вы меня в данном случае поддержите. А то как-то странно. Они после Ахмадета, очевидно, позвонили в Москву и сказали, что будете такое делать, то как раз этот радиус увеличивается, поражение целей на российской территории. Но, получается так, что мы видим. В результате они разбомбили Ахмадет с детьми, и этому, конечно, нет, прощения, конечно, нет. И они это сделали, внимание, абсолютно осознанно. Они туда целились, они туда и попали. Беда в том, что мы не смогли удержать этот воздушный фронт, и ракеты все-таки прошли в город Киев. Но факт остается фактом. Ну, то есть, чтобы те не открывали новые фронты, соответственно, нельзя сжечь авиабазу Балтимор в Воронежской области. Ну, так себе, как по мне, тактика. Но я не уверен, что у нас есть возможности на это как-то повлиять. Здесь и сейчас. Хотя, вот, опять же, смотришь новости. Там авиабомбы в Харьковской области где-то уронили россияне. Ну, как, специально сбросили погибшие. Раненые дети с оторванными руками. Ну, как это вообще можно принять? Ну, еще после этого кто-то смеет в Украине рассказать о том, что давайте пойдем помиримся с россиянами. Это я на эту тему сейчас говорить не буду, но просто ответственно заявляю. Если человек фотографируется в красивой и дорогой одежде, и у него большое количество подписчиков в Инстаграме или еще где-то, это не значит, что он не идиот. Вот правда. Я тут заявляю со всей ответственностью. Почему? Потому что у меня все-таки с вашей помощью на Ютьюбе больше миллиона подписчиков. И хочу вам сказать, что IQ от этого не меняется, от количества подписчиков. Человек или адекватный, или нет. Ну, хотя понятно, там все эти инстаграмные штуки, там немножечко другие законы, не так, как на Ютьюбе. Хотя, наверное, в следующий раз надо будет параллельно делать трансляцию в Инстаграме тоже, чтобы там как-то народу объяснить, что как это, если вы ищете простые решения и ориентируетесь на позицию губатых политологов в красивой, модной, трендовой одежде, то это ни к чему хорошему нас не приведет.